К середине турнира жарко стало не только на площадке. Зрителей прибавилось и каждый выбрал своего спортсмена. Мне очень нравится, каждый год проходит, очень осуществляет. Спортсмены все очень молодцы, погода в принципе неплохая, в прошлом году было дождливо очень, но очень здорово. Вам не страшно? Нет, не страшно. Все нравится. Не желаете поучаствовать, потренироваться? О, нет. Я куда мне, вон там здоровые ребята есть, они все. Старенький я уже для этого. Третье упражнение. Супер-йог. Вес снаряда 350 килограммов, длина коридора 20 метров, лимит 1 минута. Но все спортсмены уложились в 30 секунд. Первыми убежали Зенченко и Амельченко. На финише произошло столкновение, но судя никого не наказали. Оба затратили на это около 25 секунд. Там была горка, а на финиш подъем, вот с горки и побежал. В Омском противостоянии Алгаш Исаков быстрее оказался более молодой. Разница в возрасте между ними 26 лет. Вес, конечно, приличный. И дорога, конечно, мягко говоря, неровная. Вот. Ну и тонкости. Бывает. В целом все нормально справился? Ну справился, считаю, неплохо. Ну мог бы лучше, конечно. Еще половина соревнований только прошло. То есть борьба будет в финале. Александр Мансира бежит в третьем забеге и уступает своему оппоненту Евгению Стаметову полсекунды. Но эта разница делает Челябинца бронзовым призером Супер Йока, а мяч отбрасывает на пятую позицию. Это упражнение своеобразное. Здесь, наверное, более, так сказать, влияет собственный вес. У меня маленький вес по сравнению со всеми. Ну и у Дмитрия тоже. Чем тяжелее, тем быстрее? Ну да. Если собственный вес хотя бы 130, то полегче. Юрий Калмаков в детстве занимался легкой атлетикой, но вот ускориться в полную силу не сумел. Ровно 13 секунд и только второй результат. Я что-то сегодня не торопился, честно говоря. Что-то устал на предыдущем. Подташнивало маленько. Я не стал торопиться. Еще три упражнения. Можно перегореть. И останется сил на следующую. А победился Гей Харламов. Он бежал в последней паре, знал все результаты и оторвался от ближайшего преследователя более чем на 2 секунды. Он признается, что очень любит таскать чемоданы и супер-йоки. Наглядно это выглядит вот так. Калмаков остается единственным участником, кто по итогам половины дистанции не покидал тройку лидеров. Юрий Калмаков продолжает свое феерическое выступление и в следующем виде – карусели. Он вышел восьмым, знал результаты почти всех своих соперников и поэтому спокойно и уверенно дошагал до первого места. Карусель – наш вид, говорили о мяче, перед турниром и оказались правы. Компанию Калмакову в лидирующей тройке составили Александр Мацеров и Михаил Алгаш. Изюминкой этого упражнения стало то, что вместо девушек, которых всегда катали эти здоровяки, сменили партнеры и спонсоры турнира. Это вызвало немало шуток. Вес был все-таки изначально другой. То есть мы планировали вес поменьше пройти. Это все-таки сюрприз от организаторов. Тебе все-таки он не помешал? Ну, а куда деваться-то, собственно? То есть назад пути нету. Тем более спонсоров-то покатать. Благое дело. Тяжелые. Ну, спонсоры нужны, я так скажу. Кому катать легче? Девушек или спонсоров? Ну, да в принципе. Сейчас бывают такие девушки, знаете ли. Потяжелее спонсора любого. Дмитрий Зенченко сумел преодолеть 9,5 метров. А морской пехотинец, самый сильный человек города Кемерово, никак не может собраться и оказать достойное сопротивление. Наверное, не все деньги они поставили на кон, в карманы запаслись. Ну, что здесь говорить. Готовиться надо было, прежде всего. Карусель удалась нашим парням, за исключением Зенченко и Исакова. На первых трех позициях хозяева Михаил Алгаш второй раз за вечер сумел показать третий результат. Александр Манцеров прошел 18,5 метров и это второй результат. Дольше него только прошагал Юрий Калмаков, который в этот день был просто неудержим. Он единственный, кто преодолел больше 21 метра. В толпе болельщиков нам удалось найти родители Юрия. Мама со страхом, а отец с интересом наблюдали за действиями своего богатыря. Мне нравится, но мне очень страшно. Страшно, вы боитесь за травмы и так далее? Да, да, я боюсь за травмы, я очень от него переживаю. И все, мальчиш, положительно, потому что он занимается этим видом. Занимается делом, занимается действительно настоящим делом. Ну, а то, что мало ли что может случиться в спорте, это бывает все. Приятно смотреть на таблицу, где первые три позиции занимают омские атлеты. Правда, немного не там стоят Зенченко и Исаков, но хоть и не последние, и то радует. Десятитонный КамАЗ длинули все, вот только скорость показали разную. Тон задал Михаил Шевляков. Спортсмены специально сменили обувь. Вместо кроссовок – альпинистские ботинки. Но и это на некоторых участках дороги не спасло от проскальзывания. Пока радуем еще большим КамАЗом играть. Пусть маленьким поигрем. Еще, Серега. Есть, есть контакт. Если бы не Евгений Стаметов, весь пьедестал вновь оказался бы омским. Но спортсмен из Челябинска откинул Калмакова на третье место, а Алкаша на четвертое. Полсекунды ему не хватило до времени Александра Монцерова. Раскатывал, потому что щеленка мелкая, она не дает выхватиться сильнее. Вот как выглядит турнирная таблица после буксировки 10-тонного автомобиля. Это упражнение особенно понравилось водителю КамАЗа, который теперь знает, как мальчики любят играть с машинками. На десерт камни вместо стандартных, круглых, природные, специально найденные в горах Урала и степях Алтая. Начинают парни со 120-килограммовых, а заканчивают булыжником весом 213 килограммов. Этот камень они называют «Ласково. Мама». Чтобы поднять природный камень, да не только природный, даже камень «Атлас» этот шар, атлету необходимо очень сильно прижать его к себе. Это, ну, наверное, схоже с тем, как человек прижимает к себе родную мать. Для Юрия, я думаю, этот камень сегодня был, ну, если не ближе матери, то примерно, наверное, ну, как отец точно. Маму в России до сих пор никто не поднимал. Вот и здесь лишь три спортсмена предприняли попытку установить рекорд страны. Сумел это сделать только Юрий Калмаков. Давай, 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 и еще Юра, давай, Юрий Калмаков, надо пьет, Юра, и еще, ой, и Юрий Калмаков сделал это. 213 килограммов. Такого камня еще никто не поднимал в России. Ваши аплодисменты, Юрий Калмаков. Вновь обращаемся к таблице. Все попытки реализовал только Калмаков. Три спортсмена завершили упражнение на предпоследнем камне, но лучшее время у Монцерова, поэтому он выше остальных. Первым обладателем Кубка Сибири Дальнего Востока по силовому экстрему стал Юрий Калмаков. Александр Мацеров серебряный призер на третьей ступени пьетестала Сергей Харламов из Перми. Победы не надо праздновать, их надо осознавать. Осознанная победа это самое лучшее празднование победы. Шампанское-то будет чемпионское? Ну да, пригублю. Из Кубка? Да, конечно. Сколько было влезет? Померили уже? Я думаю, в бутылки три влезет. В вас или в кубок? В кубок. Ну, мне столько не надо. Я думаю, не за горами, а на Омской земле чемпионат России. И, как я уже говорил, может быть, мы замахнемся и на чемпионат мира, и проведем его для нас, для вас, для Омска. Партнер программы – региональный общественный благотворительный фонд «Меценаты Сибири».